Смягчение валютных ограничений, в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ. Миссия Международного валютного фонда, начала работу, с целью проведения первого пересмотра программы расширенного финансирования, ИФФ, с Украиной. В ходе переговоров особое внимание, будет уделяться обсуждению, предстоящего постепенного смягчения валютных ограничений. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на пресс-службу НБУ. Как отметили в НБУ, разработка соответствующей стратегии, является одним из структурных маяков по программе ИФФ. Также стратегия включает в себя возврат к режиму, гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования. По данным пресс-службы, миссия будет работать в гибридном формате, офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в рамках миссии, непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений. Во время первого пересмотра программы ИФФ, будет обсуждаться состояние выполнения Украины обязательств, предусмотренных в меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности речь идет о мерах в сферах, налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне и долгосрочного роста. В фокусе встреч также мероприятия НБУ, по обеспечению стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работа по обновлению стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками, и соответственно и повышению привлекательности гривневых активов, что является важной предпосылкой сохранения устойчивого понижения инфляции, добавили в пресс-службе. Напомним, миссия Международного валютного фонда в Украине начала работу 23 мая. Представители фонда оценят прогресс власти, при выполнении условий программы. НБУ утвердил новую стратегию финансового сектора. Стратегические задачи НБУ поделены на два фокуса, сопротивление российской агрессии и восстановление страны. Первой целью фокуса сопротивления, является устойчивая гривна. Она предполагает удержание спреда между наличным и официальным курсом, гривна к доллару на уровне менее 5%. Эта цель, также предусматривает утверждение стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Продолжение следует...